Я буду говорить по-русски. Сейчас. Давайте, можно выключать. Все хотят жить долго, хотят дожить до 100 лет. Качество жизни важно. С каким итогом мы придём? Если посмотреть на рак, то от рака в 15-м году умерло около 9 миллионов человек на Земле. Следующий. Если устранить рак как причину смерти, то при рождении, ожидаемая продолжительность жизни увеличится на 2-3 года, 2,3 десятых. 65 лет, только год. Почему это происходит? Следующий. Все гипотезы по возрастному увеличению частоты опухоли можно классифицировать как гипотеза 1, то есть возрастом увеличивается доза канцерогена или время экспозиции. Академик Шаббат образно сказал, время восполняет дозу. Вторая гипотеза, группа гипотез, возрастные изменения внутренней среды организма способствуют малигнизации. Следующий. Вот наша хорошая знакомая Джудит Кампитин написала в 2005 году статью, которая назвала «Стареющие клетки – хорошие граждане, но плохие соседи». Идея заключалась в том, что иллюстрируют стареющие клетки, так называемые СНСНСЛ. Они оказывают протективный эффект в молодом возрасте, потому что они не делятся. Они не гибнут, но не делятся. Они не могут стать раковыми. А в пожилом возрасте их накопление состоит микроокружение, которое способствует развитию злокачественных опухолей. Она назвала это СНСНСЛ, секретарь Фенотаев. Это синдром конкрофилии, как формулировал Дильман Владимир Михайлович в нашем институте. Следующий. Вот вы только что прослушали прекрасную лекцию Клавдии Франчески, где всё это было сказано. Следующий. Если мы посмотрим на канцерогенез, то надо понимать, что события, которые происходят в организме, они происходят на разных уровнях интеграции. На молекулярном, клеточном, тканевом и организме нам. Канцероген, он не только повреждает ДНК и макромолекулы, но вызывает массу изменений в организме. Выхлитает иммунитет. Некоторые канцерогены усиливают атеросклероз. Они действуют как фармакологические вещества. Но мы забываем, что они обладают такими эффектами. Следующий. Вот если мы возьмём, посмотрим на судьбу клетки, то есть два пути. Есть канцеровка, повреждение, гибель клетки. Факторы старения и антистарения. Баланс их определяет скорость этого процесса. Если клетка повреждается канцерогенным агентом, то она становится латентной. Если факторы промоции превалируют над факторами антипромоции, клетка становится трансформированной. Это путь к раку. Кинц или Фогенштайн предположили, что все гены делятся на две группы. Гены смотрителей и гены сторожа. Гены смотрителей – это те, которые определяют репарацию ДНК. А гены сторожа – это гены, которые регулируют пролиферацию, контролируют. Мы добавили ещё гены гомеостаза, которые существенны для того, чтобы клетка выжила. Аква. Следующее. Вот смотрите, что происходит на разных уровнях, в разных гомеостатах, как Владимир Михайлович Дзельман определял. Метаболически и депутационно-репродуктивные. Здесь показаны показатели, которые могут быть маркёрами и должны быть выбраны для оценки эффекта гиропротектора. Следующее. Вот вы видите, что здесь ключевыми являются срекатный ритм мелатонина, гипотономический порог чувствительности к гомеостатическому торможению, глюкозная нагрузка, дексаметазоновый тест. Тест действующий бельстролом репродуктивный. Чувствительность к инсулину, седативный стресс, пролиферация, метаболическая иммунодепрессия. Это параметры, которые легко могут быть изучены для оценки энергетического и адаптационного гомеостаза. Ановуляция является показателем старения репродуктивной системы. Вот мы посмотрим, что происходит при сопоставлении старения канцерогенеза. Мы видим, что на молекулярном уровне очень большие совпадения направленности событий. Красным – это ухудшение, зелёным – это улучшение. Вы видите, что при молекулярном уровне старение канцерогенеза очень похоже. Только, пожалуй, длина теломер укорачивается при старении, при канцерогенезе они сохраняются. Следующий. На октяневом уровне, клеточном, уже большое различие. Вы видите, что ростовые факторы по-разному меняются. Пролиферация с возрастом тканей снижается, а в опухоли – это клональная пролиферация. Биоэнергетика по-разному протекает. Ангиогенез с возрастом снижается, при канцерогенезе усиливается. Число старых клеток накапливается, число латентных клеток увеличивается при старении и канцерогенезе. Следующий. Опять системный уровень, опять сходство. Старение и канцерогенеза одинаково действуют на гипоталамические биогенные амины. Функции надпочечников, инсулинорезистентность ухудшается, содержание жира в теле по-разному может. Иммунитет выгнетается, устойчивость к стрессу снижается. И популяционный уровень. Следующий. Видите, тоже совпадение. По экспоненте меняется старение, по экспоненте растет большинство опухолей, фертильность снижается, проигирии, эффекты промдезоксвиридина, облучение действует в одном направлении, гиропротекторы тоже. Опять совпадение. Следующий. Вот здесь перечислены основные группы гиропротекторов. Многие из них изучены только в эксперименте. Вот здесь мы следующее. Покажем. Следующий. Покажем, что было изучено в нашей лаборатории за те годы, которые мы работали в этой лаборатории фактически 50 лет. Здесь многие группы представили антидиабетические бигуаниды, нейротропные, антиоксиданты, пептидный биорегулятор, энтеросорбенты, тропомицин, полифенольная композиция. Об этом будет сегодня доклад, как же по каждой группе. Следующий. Вот смотрите, что происходит с антиоксидантами. Все они вроде бы увеличивают среднюю продолжительность жизни. Но некоторые из них усиливают фертильность, а некоторые тормозят. Рак вызывает альфатрикоферол, селен, перепердозировки. Следующий. Вот данные на людях. Рекламированный широко альфатрикоферол не снижает чувствительность существенную частоту инфарктов, инфектов по сравнению с известными гипотансивными средствами или плацебо в группе повышенного риска. А бета-каротин, как показано, увеличивает риск рака легкого у курильщиков по сравнению с плацебо. Следующий. Вот выдающийся ученый российский Владимир Петрович Кулачев предложил использовать полипрепарат, который связывает в очень ничтожных дозах свободные радикалы в самой митохондрии, не выпуская за мембрану. Мы изучали его препараты, и вы видите, что в фотографии справа мышка, которая получала препарат слева, мышка, которая старела обычным способом. То есть качество жизни увеличивается, улучшается. Однако максимальная продолжительность жизни не увеличилась. Замедляло развитие некоторой опухоли инфицированных трансгеном ХЕР-2. Следующий. Вот интересное наблюдение. Я раскопал это недавно. Нашел работу Кроткиной Нины Саны, первой заведующей нашей лаборатории, которая заведовала с 26-го года по 63-й. Она с Николаем Николаевичем Петровым изучала влияние голодного режима на развитие индуцированных опухолей. И опыта с метилхолонатрином показала, что опухоль развивается в 60% случаев при повышенной калорийности питания и в 30% на голодном пайке. При повышенной калорийности питания латентный период опухоли сокращался при пониженной калорийности опухоли развивались позднее и росли медленнее. Это опередило на многие лет историю изучения калорий кристришен и рак. Следующий. Вот Миша Благослонный профессор Пафло сын Владимира Михайловича Дильмана написал хорошую статью называется Кощей Бессмертный и препараты против старения. Герои русских сказок, которые жили долго, были точными, стройными, крепкими и костявыми. Видимо, Алиса Василиса Премудрая собирала вот этот французский лилийник и варила из него зелье Баба-Яди и Кощей Бессмертного, что они так прожили долго. Вот метфорамин и метамицин обладают такими же свойствами. Следующие. Вот первая работа, которая была опубликована нами в 80-м году прошлого века. Это уже сколько лет прошло. Когда фенформина, это аналог метформина, предшественник из той же группы, он продлевал жизнь и снижал в 4 раза частоту рака, молочной железы, мышевоскораковой линии. Следующие. А вот итоги, о чем рассказывал Клавдия. Метформина, вот левая работа, метформина продлевает жизнь и снижает частоту опухолей. Вы видите, вот на синих вот этих графиках показана каждая мышка. У одной 10 опухолей, а у другой это красным цветом, а синие это одна опухоль или нет. Вы видите, что опухоль становится меньше, множественность их уменьшается. А это на людях данные. Банистер показал в 2014 году удивительный результат. 77 тысяч пациентов, проанализированно получавших первичный метформин, они жили на 15 процентов дольше здорового контроля. Представляете, это назначил Вашингтон-Пост назвал это среди семи наиболее ярких инноваций, которые были сделаны в 15 году. Следующий. Вот мы здесь суммировали модели, которые мы испытывали метформин. Это ткани, мишени и канцерогены. Мы испытали большинство представлено нашей лабораторией, сделано. Вот здесь вся мировая литература. 21 модель канцерогены, 17 моделей канцерогенеза по органам. И везде эффективность 84% существенные доказательства по терминологии МАИРа, Международного агентства по изучению рака. Следующий. Вот человеческие данные. В 81-м году Ильин продолжил применять бигуаниды для устранения метаболической иммунодепрессии, метаболической реабилитации онкологических больных. В настоящее время проведено огромное количество клинических протоколов и везде показано, что относительный риск рака снижается. Следующий. Сайенс в 2012-м году посвятил большую подборку материалов, в которой утверждалось, что больные диабетом, принимавшие метформин, имеют на 25-40% меньше риск умереть от рака, чем получавший инсулин или препарата сульфанилмочевины. Метформин уже спас от смерти от рака больше людей, чем любое другое лекарство в истории, поскольку выписывается 120 миллионов рецепт. Майкл написал мелатонин, другой препарат из этой группы геропротекторов излучных. Мы изучили мелатонин на многих моделях, тоже показанном, типы канцерогенеза. Сейчас идут исследования по применению мелатонина в клинике. Эта работа была защищена кандидатской Ермаченковым аспирантом отделения опухоли и желудочно-кишечного траха нашего института. И оказалось, что на 27% увеличивается безрецидивная выживаемость. Сейчас раки желудка и тонкие кишки, толстые кишки. Сейчас идут исследования по молочной железе, ракопрестательной железы и некоторые другие локализации. Следующие. Вот схема, которую вы уже видели. Вы видите, чтобы препарат был отнесен к антиэйджинг, к средству антистарения, необходимо, чтобы он действовал на все эти позиции. И они так и действуют. Подавляют свободно радикалную продукцию, МТО, полиферацию, клеточное старение, ангиогенез, воспаление. Усиливают апоптос, аутофагия, повышают чувствительность к инсулину, толеранты к глюкозе и так далее. Следующие. Вот мы здесь посмотрели основные группы. Смотрите, то же самое делают. Это пропустили один. Во. еще один. Назад. Вот смотрите. Геропротекторы влияют на энергетический гомеостаз одинаковым образом. Практически все одинаково работают. Это удивительно. Следующий. Вот репродуктивный гомеостаз. Калорий метформины усиливают фертильность, повышают рапомицин тоже, мелатонин, эпиталон, это пептид, который стимулирует синтез мелатонина. Следующий. Вот адаптационный гомеостаз тоже общее сходство эффектов. Следующий. Если мы посмотрим на модели мутантов, трансгенных мышей, то все модели, которые замедляют старение, они уменьшают канцерогенез и тормозят рост опухоли. Ускорение и старение модели. Тут и ожирение, и голые мыши, и Хердвайпа, и П-53 нокаут. Вы видите. Все они ускоряют старение и увеличивают риск. Следующий. Вот картинка, которую мы нарисовали много лет назад. Сделали вручную. Считали наклоны кривых. Эту классификацию гиропротекторов предложил Николай Маркович Эммануэль. Седмина Константиновна Абухова из института химфизики в 1978 году. Мы добавили, они показали, что важна скорость старения, наклон кривой популяционного старения. Видите, что средняя продолжительность жизни меняется одинаково. А последствия разные. Первый тип это параллельный двиг кривой старения. Второй тип это наклон кривой уменьшается, скорость старения замедляется. А третий тип это когда все доживают до какого-то возраста приличного, максимально продолжительность жизни не увеличивается. Мы добавили B. Это график развития опухолей. Удивительное дело оказалось, что это полностью совпадает. При параллельном двиге опухоли развиваются с той же частотой, но позднее. при наклоне уменьшается риск, а при третьем типе увеличивается риск опухолей. Это неожиданно получило продолжение в последующем, следующем. Вы видите, что в 2000 году Анатолий Яшин, который, к сожалению, не смог приехать на наш симпозиум, его пригласили. Он показал в 2000 году, что начался параллельный двиг кривой Гомперцева, кривой выживаемости. Если раньше мы доживали до 85 лет, а максимальная продолжительность жизни не менялась, то сейчас число столетних удваивается каждые 10 лет, и параллельный двиг длился реальностью во многих странах, Швеции, Дании, США, Италии. Следующий. Вот смотрите, что произошло с заболеваемостью, смертностью от рака. Вы видите, что смертность практически не меняется, но она зависит от успеха для выхранения. А заболеваемость стала уменьшаться в конце века, когда начался параллельный двиг. Следующий. И вот так картинка была сделана для мышей и крыс. А если мы ее отнесем к людям, то видно, что до середины прошлого века у нас была ректринализация кривой Гомперца. Это объясняло, почему в странах с большим здравоохранением лучше развитым, с большим доходом было больше рака. А в странах мало развитых рака было меньше. Параллельный двиг. Это вторая половина прошлого века. Если мы достигнем замедления скорости старения, то мы достигнем, как результат, будем иметь снижение частоты рака и возраст зависимых заболеваний следующих. Вот смотрите, что написала эта команда, эта группа, Света Украинцева, Анатолий Яшин и их коллеги из Дюки университета в Северной Каролине. Они показали, что частота рака в экономических странах больше, чем в менее развитых. Это всем известно. Но частота рака в экономических странах снижается, а в менее развитых растет. Вчера, позавчера, Элизабет, директор агентства назначенной МАИРа, Международного агентства по изучению рака, показывала эти же графики. Это очень совпадает с тем, что мы наблюдаем, наблюдали много лет назад на животных. Следующий. Вот есть та же картинка. Вы видите, что все геропротекторы, они в той или иной степени меметики ограниченной калорийности питания. И антиоксиданты, мелатонин, бигуаниды, гормоны, нейротропные препараты, иммуномодуляторы. Если нарушить равновесие, то весы, баланс сместится либо в ускоренное старение, либо в ускоренное развитие рака. Следующий. Вот картинка, которую сделал Миша, благословный тоже. Он пишет, что замедление старения, то есть обычно медицина увеличивает продолжительность жизни, предупреждая смерть от ассоциированной с возрастом заболеваний. Поэтому увеличивается число пожилых больных. Это мы должны заниматься гириатрией. Это тупиковая литра. Надо заниматься профилактикой. Медицина антистарения будет замедлять старение начала возрастных заболеваний. Экономические эффекты замедления старения ожидаются очень серьезные. А вот куда нас зовут сегодня. Старение болезни является синонимой. Существует процесс старения и теология болезни. Взаимоотношения между ними важны, но неизбежны. Это сказал Натан Шок в далеком 61-м году. А вот что говорят сегодняшние эффективные менеджеры от геронтологии. Они стремятся классифицировать старение как заболевание, которое приведет к созданию новых бизнес-моделей к более эффективному распределению ресурсов. Как наши ресурсы распределяются, вы все хорошо знаете. Следующее. А вот что было написано Эдвином Бауэром, венгерским ученым, создателем теоретической биологии. Он в 1933 году эмигрировал из Венгрии фашистской в Россию, работал в нашем институте совершенствования врачей. Написал книжку, в которой написал такую фразу «Проблема рака, по-видимому, совпадает с проблемой старости. Задача науки состоит в том, чтобы замедлить процесс старения и тем самым действительно уменьшить вероятность заболевания рака». Мы написали книжку в 1987 году, она вышла в 1987, тоже уже 30 лет, которая называлась «Концердинное состарение». Потом был симпозиум «Хороший в Польше» по раку старения, европейская конференция, где я написал статью «Концердинное состарение 20 лет спустя в «Ускользающий горизонт». И сегодня я должен констатировать, что 80 лет прошло почти. И вы видите, что ничего нового под луной нет. Спасибо за внимание. Я пока последний покажу. Последний покажите. Я проскочил. Можно включить последний слайд? Уже во. Последний. Во. Это наши сотрудники, руками которых это все сделано. Некоторые уже ушли из лаборатории и жизни. Но я надеюсь, что эта линия будет продолжена. Спасибо. Вы их сегодня увидите. Все. замечательная лекция, как обычно. Есть время на вопросы. У меня есть комментарии. Это не вопросы, а комментарии. Прежде всего, я вас официально приглашаю и прошу, чтобы вы написали рецензионную статью, обзор статей также по старению. Вы также находитесь в редакционной коллегии. Из вашей лекции совершенно видно четко, что очень много есть экспериментальных данных, но и потом также есть очень серьезная концепция, которая за всем этим стоит, которая связывает старение Ирак. И один из, наверное, самых великих ученых в мире. Я просто переклоняюсь перед вами. Вы высочайшего уровня ученые, поэтому будет просто замечательно, если вы также опубликуете данные того, что вы говорили сегодня, потому что очень много статей, которые были опубликованы в западном мире, как-то на них не особо обращали внимание из ваших публикаций российских, наверное, не только по научным, но и по политическим причинам. И я считаю, что как раз это очень своевременно, чтобы сейчас можно было распределить результаты ваших достижений на самом высоком уровне. Я бы также хотел подчеркнуть, что работа, которую вы провели с Анатолием Яшиным, который, к сожалению, не получил визу для того, чтобы приехать сюда по политическим причинам, ну, конечно, не по научным причинам. Это мой комментарий. Вопрос следующий. Не могли бы вы нам также сказать, какой механизм действия вы предполагаете большинства геропротекторов. Работают ли они так же, как метвармин, рипамицин и так далее? Есть ли у них какой-то общий механизм действия или у них различные механизмы действия? Механизмы разные. То есть первая мишень, таргет мишень разная. А патогенез общий, потому что включается, чтобы был эффект геропротекторный и противоопухолевый, необходимо, чтобы оба крыла вот вилки, развилки, когда путь к старению и путь к раку, он стандартный, это стандартная реакция. Мы даже написали статью «Канцерогенное старение». Это как усилие общий адаптационный синдром, то организм реагирует ускоренным старением на введение любого канцерогена. Это радиационный канцерогенез, это физический канцерогенез, нарушение ритмов, десинхроноз, световое загрязнение и химические канцерогены. Я показывал уже кривые эти рисунки, когда канцерогены действуют одинаковым образом. Была работа Томаза такого в 1978 году в ПНАСе, который показал, что индустриальную революцию идет параллельное увеличение атеросклероза, что здесь сосудистых заболеваний и рака. Это говорит о сходстве механизмов общей путь развития этих возраст ассоциированных заболеваний. индустрии. Поэтому я думаю, что мы на верном пути использовать надо тот агент, который прежде всего модифицирует наиболее серьезную поломку в организме. Если это диабет, то первичный должен быть информируем. Если это световой десинхроноз, проживание на севере, это должен быть первичный мелатонин, а потом уже добавлять то, что надо.